ОМТВЮА про Головне Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Постоянный представитель РФ в ООН Небензя ужасается разрушением и смертям в секторе газа. Но ровно то же самое, что делает российская армия в Украине, они не замечают. И не просто не замечают, а яростно опровергают. С этой же трибуны Небензя называл массовое убийство в Буче фейком, а уничтожение Мариуполя правильным. Такие вот двойные стандарты от путинских марионеток. Города сектора разрушены до основания. Больницы и школы стерты с лица земли, повреждены дороги. Работы по устранению неразорвавшихся снарядов газа займут 14 лет. Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в Анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности. Познание в математике не самая сильная сторона рашистов. Российская армия теряет примерно 45 единиц военной техники в день, захватывая при этом примерно 0,7 квадратных километра территории. При таких темпах, чтобы завоевать Украину, армии уродов понадобится 31 миллион единиц танков и бронетехники, 1200 лет и более 100 миллионов погибших бойцов. Ну что же, удачи! Нефть в Дубае и в Сургуте нашли одновременно. Но почему-то у арабов фонтаны со светомузыкой, а у тюменцев фонтаны из фекалий. Сидят два выродка и разжигателя войны в студии Первого канала. У обоих зарплата под 100 тысяч долларов в месяц. Упиваются безнаказанностью и ржут над тупым скотом, который подписывает контракт с Минобороны РФ, чтобы превратиться в бездыханный кусок мяса где-нибудь в Украине. Знаете, Дмитрий Константинович, как-то мы с моим очень хорошим другом, многодетным отцом, сидели со всей его семьей, смотрели «Вести недели». В какой-то момент он сказал мне, что это было задолго до спецоперации даже нашей еще. Я вот послушал Киселеву, хочется встать просто под ружье, хочется пойти в атаку. Мне очень понравилось это его самочувствие. Это ваш дар. Дар вашего... Ну ты дебил. А тем временем губернатор Курской области занят действительно важными делами. Он запретил мигрантам работать в такси. Я подписываю вот буквально при вас постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут приняты у нас и по другим отраслям. После теракта в Крокусе в России усилились облавы на мигрантов. В треть регионов уже ввели различные ограничения на работу иностранцев. Так власти с одной стороны изображают борьбу с террористами, а с другой вынуждают мигрантов брать российские паспорта. А потом, соответственно, вручают им повестки на войну. А сейчас новость про новую путинскую элиту. Каннибал и расчленитель из Волгоградской области встретились на войне в Украине. И вот они на фото. Слева Дмитрий Малышев. В 2015 году он мало того, что убил своего знакомого, так еще и вырезал у него сердце, пожарил и съел его. Процесс готовки при этом он снимал на видео. Еще он в составе ОПГ убил двоих бизнесменов и похитил их имущество. И посадили его на 25 лет, но просидел Малышев меньше половины срока. В октябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Вместе с приятелем по колонии. Это Александр Масленников. В 2017 году он убил и расчленил двух девушек, за что получил 22 года. Ну и, как вы понимаете, тоже вышел досрочно. Малышев рассказал журналистам, что отправился воевать, чтобы детям в школе не преподавали секс-просвет, а на улицах не было геев. Теперь на улицы российских городов могут выйти каннибал и насильник-рочнитель. Причем не только в Волгоградской области. С начала войны из колоний освободились как минимум четверо убийц-людоедов. На их счету не менее 12 жертв, то есть буквально полностью или частично съеденных людей. Тем временем в школах вместо секс-просвета собирают обмундирование для солдат и чествуют вагнеровцев. В Пермском крае в школе открыли парту героя в честь Максима Кузнецова. Его судили за угон машины и пьяное вождение. В 1922 году он ушел на войну добровольцем, вступил в чувака Вагнера и погиб на фронте. А в Татарстане детей заставили собирать деньги на УАЗик для военных. Автомобиль купили на средства от продажи выпечки и подделок на школьных ярмарках. И еще одна безумная новость. Доносчик Виталий Бородин, вы наверняка его помните, требует проверить магазин ЦУМ на предмет пропаганды ЛГБТ. И все из-за коллекции Ветмо с редкими принтами группы Тату. Альбом с ремиксом песни All The Things You Set вышел в 2002 году на обложке Лена Катина, лежит в объятиях Юлии Волковой. Вещи, как видите, недешевые, платья около 100 тысяч рублей, футболки по 75 тысяч рублей. Вообще же ЦУМ излюбленное место детей и жен чиновников. И остается только гадать, чем закончится проверка Генпрокуратуры. Тем временем ЦУМ от греха подальше уже удалил вещи из этой коллекции со своего сайта. Что об этом всем думает экс-участница Тату и, между прочим, праймерис Единая Россия Юлия Волкова, пока неизвестно. Госдеп США обвинил Россию в применении хлорпикрина в Украине. И я напомню, что впервые этот газ использовали как боевое отравляющее вещество в Первую мировую войну. Он раздражает кожу и слизистые оболочки, вызывает бронхит и отек легких, поэтому считается химическим оружием. Женевский протокол 1925 года запретил использование хлорпикрина. Однако советская армия применяла этот газ, в том числе в Афганской войне. Семь лет назад Россия отчиталась об уничтожении последнего химического боеприпаса. По данным журналистов, в Украине при этом российские военные используют гранаты с газом и сбрасывают их с беспилотников на укрепление ВСУ, чтобы выбить военных с позиций. А президент Франции Макрон вновь заявил о возможности отправки войск в Украину. По его словам, если Россия прорвет линию фронта, а от Украины поступит запрос, то союзникам придется всерьез обсуждать вопрос переброски своих войск. Главная задача для Запада это не дать Путину одержать победу, потому что тогда российская армия может вторгнуться и другие европейские страны. Это подчеркнул Эммануэль Макрон. Тем временем на Кипре появилась новая пророссийская партия. В своей программе она собирается активно развивать связи с Россией. Один из представителей партии Мариус Фотио уже давно сотрудничает с Россией. Он был и наблюдателем на выборах, и даже просил у кипрского президента разместить на острове российскую военную базу. В 2017 году этот человек вместе с Милоновым возил на Донбасс оптические прицелы. И это уже не первая попытка создать пророссийские партии на острове. В прошлые разы эти процессы курировали российские разведчики. Можно предположить, что и в этот раз партию придумали чекисты в пыльных московских кабинетах. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Я не понимаю, почему. Вот потому что... Ну потому что... Потому что потому. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерно отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok